Привет, друзья! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и распространяйте видео, ссылка на телеграм в описании. Для того, чтобы собранный урожай хорошо сохранился, нужно знать сроки, когда начинать копать картофель. Несвоевременное выкапывание картофеля точно не будет полезным, причем как слишком ранее, так и позднее. Лучшее время для выкапывания картофеля для хранения – первые дни сентября. Желательно делать это в сухую солнечную погоду. К тому же нужно следить за ботвой. Если она уже легла, то это самый первый признак того, что картофель можно выкапывать. Еще один признак – ботва начала желтеть и сохнуть. Для начала проверьте готовность картофеля. Выберите кусты с разной степенью высыхания ботвы и выкопаете их. Если кожура на картофеле плотная, а большинство плодов отделились от куста, то можете выкапывать все остальные. Важно, что для картофеля с зеленой ботвой время выкапывания еще не наступило. Если ботва остается мясистой и зеленой, это значит, что к нему продолжает поступать питательные вещества. Срочно подписывайтесь на наш телеграмм, чтобы первыми получить информацию. Выбирать время уборки картофеля стоит достаточно тщательно, потому что, ошибшись хотя бы на несколько недель, вы рискуете потерять весь урожай. Необходимо знать, что слишком рано выкопанный картофель пригоден только для употребления в ближайшее время. Его кожура тонкая и склонна к механическим повреждениям. К тому же затягивать со временем уборки картофеля, надеясь, что кожура станет крепкой, а картофелины вырастут максимально большими к середине осени, тоже не стоит. К этому времени ботва картофеля не только желтеет, но и полностью высыхает или сгнивает, и искать куст приходится интуитивно. За неделю до выкапывания картофеля ботву лучше скосить и убрать, после чего можно приступать к копанию. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь остроумно всегда с вами, до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok